Приветствую вас на своем канале, у микрофона Данил Добро, канал Быстрый ПК. В этом видео я расскажу немножко про телефон E52 и Java игры, которые я на нем запустил и уже, скажем так, протестировал. К сожалению, я еще не все игры на нем протестирую, которые скачал, а я их скачал достаточно много. Возможно, сниму вторую часть. Ну, если это видео, разумеется, наберет достаточное количество лайков, просмотров. Ну, условно, хотя бы там лайков 20-30, ну и просмотров, понятное дело, около 1000 или более. Тогда, может, сниму продолжение. Но у меня будет в любом случае Telegram канал, ссылка будет в описании, либо QR-код появится. Вы можете его отсканировать и перейти почитать и посмотреть, какие есть вообще Java игры под такие старые мобильные телефоны. Данные Java игры, как правило, работают на S40 операционной системе, S60. Ну, в данном случае тут у нас S60 на Nokia стоит. Java игры запускаются в Java машине. Также данный телефон поддерживает PES. Игры SIS, тоже другой формат для таких вот кнопочных телефонов. Но, например, S40 уже операционная система эти игры поддерживать не будет. К сожалению, я еще SIS формат тут не проверил. Так как мне так показало, что большая часть игр в этом формате выпущена под сенсорные экраны. Ну, допустим, запускаем игру Cyberpunk. Она у меня уже была, оказывается, запущена. И... В общем, все вот так вот работает. Немножко неудобно показывать в камеру. Но, в целом, что-то можно даже разглядеть. Почему я не взял какую-нибудь другую Nokia? Их довольно-таки большое количество вышло. Дело в том, что меня тут привлекла приставочка E. Потому что это значит, что телефон, выпущенный для бизнес-класса, ну, в любом случае, он стоил явно дороже, чем большинство других телефонов Nokia, выпущенных примерно в 2010-2012 году. Потому что почему-то именно вот эта версия оказалась 2012 года. Поэтому она сохранилась очень хорошо. Хотя первые эти аппараты вышли в 2009 году. Ну, тут, кстати, довольно-таки хорошая камера по тем временам. 3,2 мегапикселя. В целом, при хорошем освещении, получаются, ну, достаточно нормальные снимки. Но, к сожалению, текст фоткать на такую камеру нет смысла, потому что будет очень плохо видно. Единственное, что не понравилось именно с точки зрения игры, то, что можно задевать вот эти вот две клавиши, и игра завершается и выключается. Поэтому нужно либо использовать кнопки, либо очень аккуратно использовать джойстик. То есть это небольшой минус. Я посмотрю, может быть, есть способ отключить вот эти вот клавиши, хотя бы почту. Ну, вот это вот клавиши выхода из любой игры. То есть повесить крутую трубку клавиши. Включается он, кстати, тут кнопка наверху. Кнопка включения. Даже есть разъем под наушники. И перейдем к Java играм, которые я тут запустил и записал на уже со штативом. Что тут по играм? Сначала о том, как их устанавливать. Перед началом я записал на CD-карту, после чего я вставил CD-карту. В данном случае 16 гигов CD-карта. Все установилось без проблем. CD-карта обязательно должна быть, скорее всего, в формате FAT32. То есть он нужно будет форматировать в этот формат. Устанавливается все примерно так же, как и ПК-файлы на Android. Мало чем отличается установка. Разумеется, у нас тут только кнопочное управление. Сенсорного экрана тут нет. Но игры по качеству, если мы запускаем на эмуляторе на Android, тоже достаточно хорошие качества по картинке. Следующую игру я тут поставил ретро-игры. То есть это что-то вроде Тетриса, только для такого кнопочного телефона. Из плюсов тут у нас целых 15 игр, так еще есть русский язык. Но он тут особо, правда, и не нужен. Но все равно интересно выглядит. Тут несколько тем, в том числе золотая есть тема, есть ледяная тема, есть еще тема матрицы, которая мне показалась довольно-таки интересной. Вот так вот она выглядит. Можете написать в комментариях, играли ли вы вообще в Тетрис, и знаете ли, что это за игра. Это известная игра от компании Nokia, которая предустановлена была в многие мобильные телефоны. Кстати, в моем прошлом телефоне Nokia Alpha 302. Эта игра стояла по умолчанию. Прям вот эта же версия. Ну или очень похожая. Ну, по-моему, будет другое разрешение экрана. Там было разрешение экрана не 240 на 320, а наоборот, 320 на 240. Из-за чего большая часть игр, к сожалению, не запускалась, потому что разрешение, как ни странно, было достаточно редким. Либо в таком разрешении уже были сенсорные игры. Там была такая, ну, немножко другая, но кнопочная клавиатура, причем менее удобная, чем у этого аппарата. Nokia E52. К сожалению, некоторые игры не запускались, их приходилось удалить после установки, либо возникали ошибки уже при установке, что тоже говорит о том, что совместимость Java игр между некоторыми моделями была не очень-то хорошая. Ну, кстати, вот эта вот игра довольно-таки известная, Doodle Jump. Тут у нас смысл просто нужно, как можно дольше пропрыгать. В целом, в этом и есть весь смысл этой игры. Бесконечная Прыгалка. Следующая игра у нас Galaxy On Fire, то есть галактика в огне, если перевести на русский язык. Такая космическая игра, причем 3D-шная, в отличие от большинства Java игр. Ну, что наверняка многие считают, что там выходили только 2D-шные игры. Но 3D-шные игры тоже было. Правда, почему-то вторая версия этой игры, то есть более новая, на этом телефоне у меня не запустилась. Ну, у меня там еще несколько версий лежит этой игры. Возможно, какая-то все-таки запустится. Но она очень похожа на первую. Именно по графике, там чуть-чуть просто графика поинтереснее. Но смысл примерно такой же. Я, если честно, в эту игру ни разу не играл. Только вот на данном видео запустил, посмотрел, что это такое. Но там какой-то есть сюжет, как я. Разумеется, были и другие 3D-шные игры. Ну, мы сейчас их тоже посмотрим. Вот, почему-то опять-таки ошибка вылезла при выходе. Это просто не запустилось. Пришлось ее тут также удалить. Можно заметить, что у нас тут есть игра даже Симпсоны. Кстати, довольно-таки тоже интересная игра. Что-то типа квеста или что-то какая-то бродилка. Не очень-то я разбираюсь в жанрах играх. Ну, вот это вот, например, Аладдин, обычный платформер. На мой взгляд, ничего интересного нет. Например, на геймбое, по-моему, было бы интереснее. Так, это вот игра Edge про кубик, который у нас кувыркается. И по факту это что-то вроде головоломки. Нужно... Хотя, наверное, какая-то больше бродилка, но с элементами головоломки. То есть нужно как-то вот подумать, продумать, как лучше провести этот кубик, чтобы собрать там некоторые другие кубики. По факту как-то что-то вроде лабиринта на самом деле. Если смотреть именно по жанрам, скорее всего, это ближе к лабиринту. Лабиринт-головоломка. Интересная игра. Разные, разнообразные уровни. Их достаточно много. Не знаю, правда, сколько их штук конкретно в этой версии. Ну, почему-то я еще какую-то другую версию находил, где уровни уже как-то отличались. Так что, возможно, в комментариях, кстати, можно будет опять-таки перейти на Java, канал, который посвящен этим играм. И там можно будет эту игру, разумеется, скачать и затестить, например, на эмуляторе на Android. Кстати, вот в данную игру можно играть на эмуляторе. И она довольно-таки хорошо идет, и в нее комфортно играть, скажем так. Вот тут следующая игра у нас про пингвинов. Тут уже напоминает немножко Angry Birds. Именно по логике нужно попасть в медведей. А там в свинок, в Angry Birds. Кстати, Angry Birds, по-моему, тоже есть в Java-версии. Ну, я его конкретно в данном случае еще пока не ставил. Точнее, какую-то версию я ставил, она просто не запустилась на этом телефоне. Ну, кстати, в отличие от Angry Birds, мне механика данной игры понравилась даже чуть больше, так как прицеливаться тут не надо конкретно в Java. В данном случае, мне кажется, вот эта Java-игра поинтереснее, чем Angry Birds. Просто поудобнее управления. Тоже по факту что-то вроде ламбиринта. Это уже не так просто проходится, как может показаться на первый взгляд. Не с первого раза у меня получилось некоторые уровни пройти. Приходилось немного думать, и тут развивается такое какое-то пространственное мышление, что ли. Ну, вот есть, кстати, версия с более красивой графикой. Тут такая графика попроще. Но тоже по факту 3D-шная. Или очень похожа на 3D. Потому что, как известно, есть полноценная 3D, а есть 2D, которая выглядит как 3D. Нинтай называется игра. Следующая игра, это у нас опять протачки. Тут нужно как можно дольше уходить от полицейской машины. Ну, тоже похожие игры есть и на Android. Многие игры, которые выходили под Java, потом вышли на операционной системе Android. Вот Asphalt 6. Тоже интересная довольно-таки игра. Тоже напоминает немножко прошлую игру. Но тут она мне, на мой взгляд, немножко поинтереснее. Тут и тачки прокачиваются. Тоже опять-таки что-то похожее на 3D. Но, скорее всего, это она у нас 2D-шная. Но на 3D похоже. Вот следующая игра тоже, скорее всего, у нас 2D-шная. Но тоже немножко под стилистику 3D сделанная. Тут нужно разбивать машины. Тоже подобные игры выходят на Android. Про разбивание машин. Но, разумеется, в Java игра сильно попроще. И следующая инструкция, которую я тут показываю, это про сброс телефона. Я ее сделал перед установкой игр. Пароль 12345. Это стандартный пароль Nokia, если вдруг кто не знал. Я решил сбросить, чтобы точно какие-нибудь там настройки потом заново перенастроить, как мне надо. Все успешно сбросилось. Никаких проблем не возникло. После этого на телефоне. Ничего такого прям интересного я там не увидел. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.